Девушки отдыхают Потому что мы идем в гости к нашим лучшим друзьям, к нашим землякам на праздник. А на праздник люди всегда одевают свои лучшие одежды. Украинцы одевают вышиванки, а мы, немцы, одеваем дирдель и ледрхозу. Одевайся быстрее, мы тебя ждем. Мы идем в гости к друзьям. Но это необычный визит, когда хозяева, которых ждут гостей, заранее составляют меню, готовят блюда и накрывают праздничный стол. И мы будем готовить вместе с нашими гостеприимными хозяевами. Мы будем учиться о неприготовлении блюд немецкой кухни. Это непростая немецкая кухня, блюдо, которое можно попробовать в ресторанах Берлина или Мюнхена. Рецепты приготовления найти в интернете. Мы говорим о настоящей домашней кухне этнических немцев, живущих в Украине. Эти рецепты передавались немецких семьях из поколения в поколение. Теперь пришла моя очередь постигать это кулинарное искусство. Субтитры создавал DimaTorzok Фрау Инга, что мы будем сегодня с вами готовить? Сегодня будет воскресный обед из четырех блюд. Первое – кур без зуба, второе – салат, третье – гуляш и четвертое – цвебель кухонь. От одних только названий уже начинают течь слюнки. Вы научите меня готовить? Ну, натюрлих. Грета, учись, постигай искусство кулинарное. И мы не будем вам мешать. Какие продукты будем использовать, для того, чтобы приготовить? Мы будем использовать мясо для гуляша. Кляш. И зубы. Для гуляш. И для кухонь. И для пельсов. На сковороде мы поджариваем мясо. Мясо должно обжариться до желтистой корочки. Потом, и сейчас мы не солим, не перчим, чтобы потом перец, например, не стал неприятного вкуса. А только поджариваем мясо. Мне уже не терпится попробовать это блюдо. Пока жарится наше мясо, мы нарежем лук. Наше мясо уже поджарилось. Мы добавляем лук. Лука для немецкого гуляша должно быть много. Лук немножко поджарится. И мы добавим заурекраут. Квашеную капусту. Чуть-чуть. Теперь в гуляш мы добавляем немножко квашеной капусты. Теперь добавляем куляш, овощной бульбой. С соком мы должны тушить наше мясо. Наше мясо мы будем тушить один час. И оно станет мягкое, нежное и вкусное. Пока тушится наше мясо, мы начнем готовить кур без супа. Триквины без суп. Товарищи, что нам нужно для тыквенного супа? Для тыквенного супа нам нужна тыква. К тыкве нужно добавить столько же картошки. Теперь мы должны еще добавить кусочек сельдерея. Добавляем лук и чеснок. Большую луковку и пару зубочков чеснока. Теперь вот эти все овощи заливаем водой и ставим на огонь. И ставим на огонь. Минут 20 будет вариться супчик. Потом мы возьмем блендер и сделаем суп пирог. Для лукового пирога нужно 700 грамм лука. Взвешиваем лук. Теперь нам нужно этот лук порезать и пожарить. Вау, а здесь лук самое любимое занятие. Лук – это самый главный ингредиент лукового пирога. Нужно лук поджарить до золотистого цвета. Скорее потушить, больше потушить, чем пожарить. И он приобретает такие карамельные свойства. И пироги очень вкусные. Теперь я продолжаю резать. Теперь я должна в лук добавить соль, мускатный орех, перец чили и черный перец. Перец чили у меня растет на огороде. И я сама делаю эту смесь. И даже у меня на окне висит перец чили. Теперь в жареный лук надо добавить чуть-чуть чеснока. И протушить. Чтобы сделать тесто для лукового пирога, нам нужны следующие ингредиенты. Масло, яйца, сметана и сыр. Ну и, конечно, нам необходима мука для теста. Сначала добавляем мягкое масло. Четыре ложки сметаны. Пол чайной ложки соды. Но ее нужно обязательно погасить уксусом. Добавляем муку. Теперь мы должны это тесто замесить в комбайне. Наше тесто нужно теперь раскатать немножко, чтобы легче уложить его в форму. Теперь нужно сделать бортики. Теперь нам нужно скомпоновать полностью пирог. Для этого нужно сделать соус. Сметанно-яичный соус. Нужна еще теперь сметана. Эта доза 400 грамм. Теперь соус нужно взлить миксером. На тесто выкладываем лук. Теперь сверху надо будет залить сметанно-яичным соусом. Теперь я все это буду посыпать сыром. Теперь этот пирог нужно поставить в духовку. Вот мы поставили наш пирог в духовку. И он будет там находиться около 30 дней. Ну вот, теперь суп наш сварился. И нам нужно его взбить в блендер. И нам нужно заполнить. ВОООБЛЕНСКИ. Субтитры подогнал «Симон» Инга, мы сегодня приготовили замечательные блюда, очень вкусный тыквенный суп, очень вкусный пирог луковый, замечательно вкусно, замечательно ароматно, замечательный гуляш немецкий, все очень сытно и вкусно. Скажите, пожалуйста, как вы научились готовить эти блюда? Как вам пришло желание готовить эти блюда? Как часто вы готовите эти блюда? Когда еще была моя бабушка, мы тогда жили очень даже, ну, бедно, так мягко выражаясь, да? Ну, и бабушка делала старинные немецкие какие-то блюда, например, делала, вот как сейчас у нас, там икра, там такая баклажанная, там икра, там еще какая-то и так далее, овощные. А тогда мы делали икру из свекольных листьев. Это была такая вкуснятина вообще. Вот, потом печенье, я любила в детстве, конечно, все дети любят печенье. Бабушка делала на смальце из черной муки и сверху посыпала конопляными семечками. Это тоже, что-то было, это обалденная вкуснятина. Вот, ну, и потом, ну, бабушка всегда старалась что-то вкусненькое приготовить, хотя, казалось бы, нечего было. Но все равно было всегда очень здорово. И так вот в школе я начала учиться, мама всегда была на работе, вот, а потом я вообще стала только с бабушкой жить. И бабушка меня учила готовить, и было очень хорошо, мне с бабушкой всегда. Вот, а потом в институте тоже как-то получалось, что вроде бы надо было что-то самим делать и что-то интересное. И каждый, были из разных частей нашей большой общей страны, вот. И каждый свое превзносил, кто немецкую, кто армянскую, кто еще там какую. Татарской было часто в том регионе, где я жила, это Урал. В своем рассказе вы сказали, что бабушка удивляла вас в приготовлении блюд. Конечно, не с такого изобилия продуктов, как сейчас мы можем себе это позволить. Но она удивляла, да, тем самым пыталась сохранить этничность этих блюд. Вы сегодня кого-то удивляете приготовлением блюд, ну, вашего мужа, Валер, конечно, вы удивляете близких. Как часто вы готовите, и кому вы еще готовите? Ну, сейчас я тоже много готовлю дома, все время, конечно, готовлю. И у нас свой сад, и огород, и все овощи, и даже вино делаем мы сами, и все такое прочее. А за все время в общине, мне уже там 25 лет, и было у нас 5 пасторов, и всем я тоже лично им готовила, и в общине очень часто. И делали мы всякие собрания, и были у нас семинары, приезжали люди из разных уголков Украины. Вот, и я тоже там готовила. И в основном немецкие блюда какие-то. И сейчас тоже готовите? И сейчас тоже, да, до последнего времени я, частенько бывает. Инга, мы хотели поблагодарить вас за такое кулинарное шоу, которое вы сегодня нам предоставили. И огромное спасибо, что вы, Грете, показали, как вы готовите. Я надеюсь, что Грета запомнит и будет удивлять нас дома своими кулинарными шедеврами. Спасибо вам огромное. Спасибо.